Добрый день, Тюмень! В группе Тюменского Времени ВКонтакте. Заходите, голосуйте и обязательно прокомментируйте, потому что автор самого интересного комментария получит пригласительные билеты на каток в Звездный полюс. Ну, а я пока напомню, что мы обсудим в ближайшие минуты. Смотрите далее. Не бойтесь, это всего лишь ледяная вода. Как в минусе найти плюсы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия – это северная страна. 65% нашей территории занимает область распространения вечной мерзлоты. Низкие температуры там в порядке вещей, и холод – наш постоянный спутник. Вот поэтому так важно знать об этом холоде как можно больше. Сегодня мы попробуем максимально восполнить пробелы знаний о закаливании и моржевании. Сделать это нам поможет депутат Тюменской областной думы, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской области Алексей Салмин и старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Татьяна Фишер. Ху! Справился с представлением наших гостей. Ну что ж, сразу в атаку, что называется. Итак, вот как Архимед погрузил свое тело в воду, вот такой же, что происходит, когда эта вода холодная? Ледяная. Вы знаете, не только… Самое интересное, это не в момент погружения происходит что-то с организмом. Несколько раз и много раз я наблюдала, что не за 5, не за 10, не за 15 минут изменяются уже физиологические параметры организма, физиологические реакции. За час давление у людей поскакивает на несколько… Прям вот становится… Превышает норму. И после того, как человек окунулся или поплавал, выходит, у него все хорошо. Ну, наверное, знаете, самый интересный момент, самое большое наблюдение было, когда мы отслеживали людей, которые плавали 15-20 минут и брали у них кровь несколько раз. После течения этих 15 минут? Да. Ну нет, подождите, значит, перед тем, как они… Ага, переставтра. Потом они 15-20 минут в холодной воде, 2 градуса, на улице 10 градусов. И мы у них начали замерять параметры. Самое интересное, что не изменились параметры организма, они все остались в пределах нормы. И вот это удивительно. А что это такое? Вот поэтому у одних меняется за несколько минут, а у некоторых не меняется через 15-20 минут холодной воды. Вот это я подкорректирую Татьяну Санну сразу на предмет того, что… У нас начинается битва. Скачок, скачок, скачок давление, чтобы было более корректно сказано. Потому что при любых физических упражнениях у нас давление поднимается. Мы даже если начинаем просто двигаться, у нас давление поднимается. Поэтому это естественно, что в проруби давление поднимается в тех параметрах. Оно поднимается в бане, оно поднимается у нас везде и в велосипеде, оно поднимается при… Да что там, с женой поговоришь, бывалый давление выпрыгивает. Но Татьяна сама хотела сказать следующее о том, что как раз прорубь, она выравнивает этот давление. Компенсирует. У кого есть именно гипотеронические какие-то предпосылки определенные, после проруби, как правило, фиксируется снижение давления. Вот это и есть тренировка сосудов, тренировка сердечно-засудистой системы. И оно начинается не перед тем, как прорубь только окунуться. Вот вы знаете, вообще закаливанию приписывают какие-то чудодейственные, абсолютно фантастические иногда явления, что недуги проходят, организм омолаживается, то есть, как традиционно, там, упал принц в холодную воду, вернулся младенцем буквально, щёточки гладкие там и прочее. Это вот всё-таки да или это сказки отечественные? Ну, вы знаете, в любом случае запускаются эндорфиновые механизмы. Эндорфиновые механизмы, они что в первую очередь делают? Снижают боль, появляется бодрость, хорошее настроение. Конечно, человек себя хорошо чувствует. Появляются такие выбросы гормонов, дофамина, удовольствия, счастья, и человек прекрасно себя чувствует. Про иммунную систему нужно сказать. Про иммунную систему? Ну, иммунная система, понимаете, эндокринная система не работает без иммунной системы, поэтому происходит за счёт холодового стресса, вот этого кратковременного дозированного холодового стресса происходит встряска организма. И иммунная система, конечно, начинает работать более активно, начинает вести себя по-другому. Я вот про себя уже несколько плюсов вообще вашего интересного дела для себя прописал. Вот историки утверждают, что в три русские зимы, это в 401 году, в 1011 и в 620, это сколько прошло? 400 лет. Морозы были настолько сильными, что замерзало даже чёрное море. Что же тогда было с людьми? Они пережили эти морозы, ведь доказано, что если ветер не сильный, а человек одет достаточно тепло, то он может выдержать снижение температуры аж до 70 градусов мороза. Удивительно, на какие вещи способны вообще наши организмы. Вот ещё несколько леденящих душу фактов. С появлением мороза воздух становится лечебным, так как содержание в нём кислорода повышается более чем на 30%. Физическая активность при минусовых температурах активирует в организме человека защитные клетки, которые борются с инфекциями. Более всего тепло отдают руки и ноги. Виной тому высокая концентрация в конечностях нервных клеток. Их в 5 раз больше, чем в остальном теле. А вот глаза никогда не мёрзнут. Это потому, что в них отсутствуют терморецепторы, нервные окончания чувствительные к холоду. Холодный душ может воздействовать на организм сильнее, чем вода в проруби. Это связано с тем, что под душем человек неподвижен, а значит внутреннего разогрева не происходит. В общем, если хочешь быть здоров, закаляйся. И у нас в области жители могут это сделать не просто где-то в одиночку, не имея знания и опыта, а под контролем и используя для науки. Уже год, как в Тюменской области, реализуется уникальный, на наш взгляд, проект «Регион здоровья». Вот о нём будем говорить и дальше. Ну, немножко о нём поговорим, да, о сути вот всех явлений. Там же несколько, насколько мне известно, направлений. Можете так вот коснуться этого? Вы знаете, не будем говорить про направления, просто мы будем говорить в общем и целом. А проект предназначен как для детей, так и для пенсионеров. Естественно, весь возраст представлен в проекте, изучаются все. И обязательно спортсмены, ведь мы сегодня с них начали, поэтому это как группа, она тоже представлена, как сегодня говорили, от 6 до 80, да, поэтому это очень важное, вот тоже направление здесь. Вот смотрите, хочу задать вам вопрос, то есть вот человек, который изучает и научную базу, и человек, который практикует непосредственно, да, и у вас столько коллег и вообще знакомых людей, которые с вами в одной связке, что называется, идут и в прорубь, и бегают в морозы. Как опыт наших спортсменов и людей, которые занимаются закаливанием, полезен для науки? Что наука такого вот берет среди этих людей, которые занимаются собой, собственно говоря? Они же не для науки это делают, да? Конечно. Не летчики-испытатели. Самое интересное даже, конечно, берет. Мы еще, наверное, знаете, мы берем, но еще чуть-чуть не осознали. Почему? Потому что вот на этом чемпионате первый раз, я не знаю, я не слышала, чтобы была представлена научная группа. У нас научная группа, 6 человек заезжает, благодаря Алексею Павловичу нам предоставляются условия работы со спортсменами. И вот как раз конкретные результаты мы узнаем чуть позже, для чего мы это делаем. Ну, то, что они показывают предел возможностей своих физиологических, своих психологических возможностей, человек плавает. Мы слышали, что вашу кампанию усилили еще и приезжие эксперты-специалисты. Ну, вы знаете, наш мир – это вообще сплошная интеграция, да? Поэтому к нам присоединились московские коллеги, психологи, высшей школы экономики, очень сильная команда международная, вот, лаборатория позитивной психологии, да, личности, вот, мотивации. Вот, они к нам приезжали. Вы их нашли или они нашли вас? Ну, вы знаете, подобное притягивает подобное. И, скорее всего, мы как-то притянулись на одну из конференций, вот. И начали работать. Приехало четыре человека, и не только, уже знаете, такие гуру, но и студенты, которых они подтягивают, и они начинают с нами работать. Мы проехались по клубам «Моржей». Они сами даже искупались первый раз в своей жизни. Да, несколько, у них был такой опыт. Мне кажется, их перекупали в один день. Но, тем не менее, они получили, они, знаете, они присоединились, то есть их интерес привёл к практике, их научный интерес привёл к практическим таким вот занятиям, процедурам таким. Они, конечно, оценили это на себе. Ну, вот смотрите, я понимаю, что одного эфира и не хватит, да, рассказать о тех идеях, которые вы воплощаете в жизнь. Но, любопытно, чем должно закончиться? Есть ли вот уже с научной точки зрения или со спортивных так мечт, если можно так сказать, то, к чему мы должны прийти? Есть какие-то ожидаемые результаты, какие-то желания? В рамках проекта, с конечной целью, промежуточной целью, не конечной. Конечная цель, она, так сказать, может быть... На долгие годы. На долгие годы, да. Я вообще сторонник. У нас есть такой дандинский проект. Это в Новой Зеландии. Он продолжается на протяжении 40 лет. То есть там взяли молодое поколение, которое родилось, там, 1400 младенцам, да, и на протяжении 40 лет их обследуют. То есть мы там массу выводов сделали. Вот мне бы хотелось, чтобы наш проект, он тоже там был очень долгие годы. Почему? Потому что это действительно та сторона, которая не до конца исследована. Но вот та ощутимая и промежуточная цель, которая ставится проектом, это все-таки дотягивание до Министерства здравоохранения и образования, чтобы достучаться до них, показать им заключение наших исследований технологий определенных, получить заключение о том, что это одобрено на проведение по всей Тюменской области и всей России, в частности. Потому что сегодня есть некие ограничения с точки зрения, что любой директор садика, директор школы, социального учреждения, он первым делом спрашивает, дай мне одобрение. Без бумажки ничего не получается. Поэтому сейчас мы работаем как раз в рамках вот этой среднестрочной цели, и надеюсь, что мы добьемся этих результатов в ближайшее время. Ну, я, наверное, хотела добавить то, что работая в клубах Моржей, я увидела очень много детей. Когда начала интересоваться, а как это так? Оказывается, команда лыжников наших из спортивной школы, они пришли туда в составе 20 человек, и каждый день по выходным, а то и два раза в неделю, они приводят детей где-то 10-12 лет, и они окунаются в воду, и уже себя подготавливая и психологически, и физиологически настраивая вот на холод. Вот как персонаж говорил одного фильма, мамка-то знает, чем они занимаются? То есть родители в курсе, что детей купают? Родители их привозят. Родители их привозят. С одобрением. Конечно, конечно. Ну, а как по-другому? Ну, в частности, вот тот детский садик, который мы сегодня, кстати, едем, на вышок в вензелях, да? Там у нас это та наблюдательная площадка, там, где вот наука занимается. Есть два подразделения, сейчас укрепнение садиков произошло, мы знаем, да, что в одном подразделении мы два года назад купили туда баню, и они занимаются обливанием холодной водой, то есть использование температурных нагреваний. И второе, в этом году запускаем наблюдение за теми, кто обливается без бани. Вот мы как раз по этому поводу сегодня едем разговаривать, потому что там, ну, есть много вопросов у родителей, но все делается только с... С одобрением. С одобрением родителей, именно с поведением юридической точки. Вот это очень важно было нам услышать. Ну, а мы продолжим через пару минут, и вот что обсудим дальше. Смотрите далее, как сибирский холод поможет сохранить и приумножить здоровье тюменцев.